Новости на Дону Почти 90 тысяч ветеранов. Специально обращаться в Пенсионный фонд России для получения данной выплаты не нужно. Она будет выплачена в беззаявительном порядке на основании данных Пенсионного фонда. Финансирование выплат ко Дню Победы обеспечено в полном объеме. Средства будут выплачены через все доставочные организации уже в мае. В Когольнике отремонтируют центральную улицу, а в Шолоховской гимназии подчинят крышу. Очередной интерактивный прием граждан провел губернатор Василий Голубев. С просьбой поменять крышу в школе к главе региона обратилась жительница станицы Вешенской. В течение лета ремонт обещали провести и сдать объект 1 сентября. Жительница Когольницкой попросила отремонтировать улицу Пушкинскую. Она ведет к центральной больнице и школе. Ее протяженность 2,5 километра. Областной министр транспорта отчитался. Средства на ремонт этой улицы предусмотрены в рамках нацпроекта. До 15 октября работы будут завершены. Губернатор также распорядился о переоборудовании кинотеатра для маломобильных людей и строительстве новой котельной для школы в Матвеевом Кургане, а также ремонте библиотеки в Зернограде. Напомню, интерактивный прием жителей области глава региона проводит каждый месяц с декабря 2014-го. За это время к Василию Голубеву обратились около 400 человек. Восстановить дома и подготовить квартиры для пострадавших от взрыва бытового газа в шахтах нужно к сентябрю. Такую задачу поставил градоначальник и губернатор на расширенном заседании правительства. В сентябре люди должны уехать в квартиры, в благоустроенные квартиры, которые не будут им напоминать об этой трагедии. Вот задача. Вы и соответствующее министерство этим занимаетесь и должны выполнить точно. Кроме того, на заседании обсудили итоги отопительного сезона, газификации и бюджетного процесса в городах и районах. Василий Голубев потребовал не затягивать сроки строительства новой котельной в Каменске. О работах, которые проводятся на объекте, рассказал министр ЖКХ области Андрей Майер. Мы держим данный объект на особом контроле. На сегодня до 2018 года включительно 130 миллионов освоено, на текущий год почти 50, предусмотрено из которых сейчас 15 выполненной работы. По большому счету основные работы это строительство самой котельной, строительство всего оборудования внутри выполнено. Сейчас завершается работа по электрике, автоматике, по полам внутри здания. Подвели на расширенном заседании итоги газификации региона. Сейчас уровень превышает 88%. В этом году будет построено 29 объектов газоснабжения. Проложено 210 километров газоснабжающих сетей. Возможность провести в дом газ получат более 7 тысяч семей. Глава Минфина рассказала и о результатах оценки качества управления бюджетным процессом в городах и районах и отметила положительную динамику. Это особенно важно, так как предстоит освоить значительные средства, выделяемые на нацпроекты, говорит замгубернатора области министр финансов Лилия Федотова. В 2019 году на реализацию 8 национальных проектов муниципальным образованием предусмотрены средства в объеме 8,9 миллиардов рублей. Главными распорядителями средств областного бюджета своевременно завершена работа по заключению соглашений с местными администрациями, в том числе по субсидиям за счет средств федерального бюджета в системе электронный бюджет. Нацпроекты касаются всех сфер жизни региона. Образование, жилья, демографии, дорог, здравоохранение, поддержки бизнеса, культуры и экологии, говорит Василий Голубев. 48 региональных проектов и практически все направления нашей жизни. Поэтому давайте к этому основательно отнесемся. У нас с вами уже времени для раскачки просто нет. В завершении губернатор вручил дипломы главам лучших муниципалитетов по организации бюджетного процесса. Это Волгодонск, Волгодонской, Октябрьский и Родионово-Несветайские районы. Синоптики обещают дожди в начале мая. Любители отдохнуть на природе огорчены, а аграрии рады. Для будущего урожая зерновых в Октябрьском районе погода этой весны складывается как нельзя лучше. Пшеница сейчас, как выражаются аграрии, уходит в трубу и с трудом выдергивается из земли. Значит, растение сильное, с крепкой корневой системой. Нынешняя весна не идет в сравнении с прошлогодней, засушливой, отмечает глава крестьянско-фермерского хозяйства Владимир Пятибратов. Я считаю, нам, растеневодам, очень повезло. То есть непрерывно идут тогда, когда нужно дожди. И мы опять ждем, сегодня будет дождик. То есть растение чувствует себя комфортно. Поэтому вот дать удобрение, защитить. Защищают растения и от сорняков, которые также набирают силу во влажной почве. В этом деле важно успеть в срок и правильно рассчитать объем и вид средств защиты. В этом хозяйстве с весенними работами уложились оптимально. Работать агрономы будут и в праздничные дни. Такой тандем погодных условий и человеческих усилий дал посевам нужную силу роста. И теперь этим двум тысячам гектаров озимых не страшна никакая летняя жара. Учитель английского из Ростова представит Донскую регион на всероссийском конкурсе «Учитель года-2019» Евгения Змеу стала лучшей в Ростовской области. Она творческий педагог, который опробирует современные методы обучения и воспитания. О том, что нужно, чтобы победить в таком конкурсе, корреспондентам «ФМ на Дону» рассказала Евгения Змеу. Самое главное – нужно верить в победу. Если идешь в конкурс, то нужно идти туда только ради того, чтобы выигрывать, а не просто достойно выступать. Самое главное – не бояться меняться самому, привносить некоторые инновации в свою профессию. И когда учитель экспериментирует, находит лучший путь к сердцам своих учеников, тогда, пожалуй, это и является залогом успеха. За победу в региональном этапе боролись 53 человека из разных уголков области. На первом этапе они должны были провести открытый урок и методический семинар, после чего осталось 15 претендентов на победу. Именно они представили на суд-жюри свои мастер-классы. Также педагоги почувствовали себя образовательными политиками за круглым столом с замминистра образования региона. Евгения Змеу стала абсолютным победителем конкурса «Учитель года-2019». Финал пройдет в Москве в сентябре-октябре этого года. Эта рабочая неделя для многих россиян стала самой короткой. Она длилась всего два дня. Впереди жители Дона ожидают пять дней выходных. Корреспонденты ФМ на Дону выяснили, чем планируют заниматься ростовчане в эти весенние каникулы. Буду работать все майские. На дачу поеду, наверное. Копать не будем, будем просто отдыхать, кушать шашлыки, дышать свежим воздухом. Ну, с родственниками увидимся. Бурно, на даче, в гостях. А как, никак. Будем сидеть дома с родственниками. На майские праздники я планирую отдохнуть от работы. Погода позволяет, она не позволяет выехать куда-нибудь на отдых на побережье или на Калминводы. Поэтому буду отдыхать, наслаждаться свободными часами. Ну, а потом, может быть, подумаю о науке. Сделаю что-нибудь для страны, для народа. Работать буду. Шашлыки никуда не уйдут после работы. Мы к свадьбе готовимся. Мол, это у нас на майских свадьбе. Поэтому все в подготовке. Лично мы собираемся за город выехать. Навестить могилы наших родителей. Да, мы поедем в область на могилу. Почтим память. Я планирую играть в турнире «Благородный Дон. Интеллектуальные игры». Я приехала из Ишкаралы сегодня ночью. С семьей дома. Покушать дома и прогуляться куда-нибудь на карусели. С внуком пойти в зоопарк. Как выяснили корреспонденты «Дон-24», самым популярным местом для путешественников стала Турция. Это связано с температурным режимом. Сейчас там до 30 градусов тепла. И большим количеством авиарейсов. На втором месте Европа. На территории России лидирующие позиции удерживают Сочи, Питер и Москва. А согласно материалу в российской газете, больше половины россиян проведут эти дни на рабочем месте. У 24% сменный график работы, который выпадает на праздничные дни. Еще 22% работников проведут часть майских праздников на работе. И 8% респондентов будут трудиться во время праздников в режиме пятидневной рабочей недели. Это были новости на ФМ на Дону. Телефон редакции 200 ровно 0849. С вами была Инна Билан. Еще больше новостей читайте на сайте don24.ru. И о погоде. Категория 12+. По информации сервиса Яндекс.Погода, в Ростове и Таганроге ночью плюс 14, плюс 12, пасмурная без осадков, ветер восточный 2 метра в секунду. В Сальске от плюс 13 до плюс 11 облачно с прояснениями без осадков, в Красном Сулине плюс 10, небольшой дождь, ветер восточный 2,5 метра в секунду. И о маленькой погоде в хуторе Грачи, что в Белоколитвинском районе Ростовской области ночью небольшой дождь на термометре плюс 8, плюс 7 градусов, ветер восточный 3,5 метра в секунду.